привет подписчики привет случайные зрители с вами егор сегодня я наконец-то нашел время ранним субботним утром для эксперимента который бы показал наглядно показал наглядно продемонстрировал всю опасность если она такая имеется которая может быть представлять себе вот такие вот наши засобы для тренувания то есть устройство для развлекательной и спортивной стрельбы как пневмат и как пистолет под патрон флабера револьвер под патрон флабера какую не угрозу гипотетическую или же настоящую могут нести для здоровья и жизни человека в случае конкретного применения для тех кто смотрит мой мой ролик и мой канал впервые немножечко познакомлю вас с этими образцами это байкал mp 654 к легендарный пневмат от наших северных соседей и револьвер под патрон флабера сброя профи 2.5 линейка тринадцатого года на выходе мы имеем кулька калибра 4 5 миллиметров четыре с половиной миллиметра которая движется к цели со скоростью 120 метров в секунду это предел через который пневмат именно баллонный пневмат очень редко перепрыгивает 120 процентов случая он не перепрыгнет через 120 метров в секунду флабер патрон из него пулька из него 4 миллиметра движется к цели со скоростью 170 180 метров в секунду вот эти образцы сложно и практически невозможно применить в целях самообороны почему потому что характеристики пневмата не позволяют поразить цель достойно характеристики флабера не позволяют остановить цель проникающая способность тут больше потому что скорость выше калибр меньше он как спица может проколоть человека сделать в нем дырочку но останавливающая способность при этом ноль и состояние пневмата же от него сложно ожидать вообще чего-либо в этом отношении только болевые болевой эффект который может быть не нивелироваться принятием алкоголя или других сконтакт препаратов изменяющие сознание по живой плоти стрелять негуманно и противозаконно как же нам выяснить всю степень поражающей способности к это и как нам продемонстрировать ее наглядно очень много ютуберов начинающих и уже каких-то состоявшихся стреляют в кусок мяса стреляют в курицу стреляют в курицу в одежде в джинсах подвешивают куски свинины и и так далее так далее так далее но здесь есть один большой пробел степен когда человек стреляет в курицу какого-то бролера размороженного и демонстрирует это на видео понимаете что бролер своей жизни в принципе он не вставал даже на ноги его его кости граждане мясоеды кто ест бролеров его кости может даже человек переживать при том что зубы человека не предназначены для пережевывания костей и даже человек со своими слабенькими зубиками может разжевать кости бролера потому что бролер это вообще не жизнеспособная единица он лежит он даже не ходит и когда вы стреляете в бролера вы стреляете в вату ну не в ту вату которая за путина а просто в вату в такое вот в рыхлое что-то нечто это совершенно не эквивалент когда стреляет в мясо это чуть-чуть ближе но ребята мясо живой плоти насыщена кровью кровь это жидкость в основе которой вода вода не поддается сжатию получается живая плоть это такое практически каркасное такое вот состояние этого объекта в котором плещется 80 процентов воды пуля при попадании в воду вы можете стрельнуть в бутылку пластиковую бутыль из флабера и посмотреть что из этого получится вода останавливает сплющивая сразу же забирает большую часть этой кинетической энергией снаряда вспомнить как лобисты флаберов запустили их на рынок украины было заказано две судмедэкспертизы по-моему одна лаборатория была если не ошибаюсь в киеве а одна если не ошибаюсь еще в луганске в нашем луганске еще это было достаточно давно лет десять-пятнадцать назад значит и конкретно опыты ставились на трупах в моргах труп свеженький труп я не знаю по каким нравственным критериям это происходило возможно это были трупы скажем так бомжей или еще кого-то как это или людей которые хотя у нас это редкое явление от отписал себе науки да возможно это были трупы заключенных или трупы действительно там людей без определенного места жительства но как-то эти опыты ставили баллистические так вот стреляли из флабера трупы чтобы посмотреть поражение собственно чтобы просчитать вот эту каверну когда пулька проникала в тело это были целехонькие трупы с кровью еще которая была в жидком состоянии которая была депонирована опять же депонирована в этих всех тканях пускай она начинает разлагаться да пускай она уже не свежая но она депонирована в мясе депонирована в сосудах в паренхематозных органах то есть это пускай это тело неживое но оно практически полностью соответствует заявленным требованиям требованиям живой плоти вот почему это сто процента экспертиза была так правильно и объективно в нашем случае какой бы вы кусок мяса не взяли вы этих результатов не добьетесь для такого эксперимента в современном ключе существует баллистический гель меня это очень заинтересовало и начал я гуглить смотреть цены и сравнивать и в общем то понял для себя что баллистический гель мне к сожалению не по карману потому как штука это уже когда она продается какой-то форме брусками она запредельно дорогая баллистический гель полностью моделирует именно попадание в живую плоть используется ну оружейниками используется военными используется разработчиками используется просто фанатами действительно опять же обращаю ваше внимание в основе баллистического геля желатин и вода там нет больше ничего там высококачественный баллистический желатин то есть как это желатин определенной марки который набирает себе воду когда это все застывает оно становится как раз вот такой вот упругой упругой такой вот средой при попадании пули туда как раз полностью имеет место останавливающие вот этого гидро гидро удар вот это получается который влияет на траекторию снаряда и вот как раз он за счет своей прозрачности можно проследить как пуля ведет себя конкретно такой среде но еще раз повторяю запредельно дорогая штука там от количества от размера вот этого бруса баллистического геля может доходить до двадцати тысяч гривен то есть это бессмысленная трата денег некоторые товарищи и эксперты предлагают сварить баллистические гель у себя то есть как нет сварить приготовить значит желатин определенные марки там приводится пищевой желатин обычный значит сидишь берешь себе какой-то емкость сидишь аккуратно из стаканчика желатин высыпаешь мешаешь 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 потом ставишь в холодильник а в холодильнике это все добро должно простоять ну при температуре 2 градуса опять же 2 градуса обычно холодильник настроен на 4 как правило тут температура 2 градуса и должно простоять там и нет не помню несколько суток чуть ли неделю и после этого всего этот гель еще и вы вы должны его спасти от какого-то обветривания и от того чтобы он не стал каким-то матовым и непрозрачным мутным то есть геморроя там с этим приготовлением этого геля это просто капец ну то есть в принципе при желании вы сможете его сами приготовить и до стреляться но когда я представил себя на своей кухне готовящим этот баллистический гель из вот этого вот желатина о короче я понял что это не для меня меня жена из из дому выгонит точно поэтому отбросил я эту идею и пришел к следующей и подумал над этим а зачем нам в принципе моделировать полностью попадание в тело в тело в целом да зачем нам этот баллистический гель если мы сможем в принципе возможно если не на сто процентов то на очень близкое расстояние возможен подойти к моделирование попадания из нашего стрелкового вооружения да мы можем достичь моделирование попадания в живу таким образом осмотрите а что такое живут если вы прогуглите вся и всевозможные казусы и несчастные случаи с флобером вы можете наткнуться на достаточно много случаев когда это касается в принципе и при пневматики длинноствольной когда человеку попадали в живот и пробивали его с достаточной легкостью и пулька оказывалась в желудке пробитие было брюшины брюшной стенки брюшной полости почему потому что давайте посмотрим что что имеется на пути на пути траектории пули а это кожа подкожно жировая клетчатка а дальше идет идут какой-нибудь пленочного вида если не развитая мускулатура в принципе если человек не качает там пресс и не такой уж спортивной конституции пленочного вида практически идет соединительная ткань с каким-то элементами тонкая прослойка мышц а дальше листок брюшины которая опять же в принципе пленочная такая вот субстанция соединительный листок соединительной ткани пулька попадает внутри брюшина по медицинской терминологии абдоминально то есть абдоминальное проникновение внутри брюшины смотрите кожа эпидермис дерма подкожно жировая клетчатка и какая-то там пленка сомнительной вообще-то сомнительной ширины сомнительной толщины так вот смоделировать попадание в живот гораздо проще чем кажется последствия разгерметизации брюшины и проникновения туда могут быть достаточно печальными потому что начинается воспаление микроорганизмы из внешней среды проникают внутрь что может привести это к перитониту к но гнойному воспалению брюшной области и дальше exitus letalis так сказать так вот кстати всегда медицинские меры принимаются при нарушении целостности брюшины всегда это дело вынимается кишечник с органами промывается брюшная полость и это все туда каким-то антисептическими растворами обкалывается это все дело то есть достаточно серьезные меры вот и самое что интересное что вот дело в том что по если баллистике древности до повернуться когда-то было переход из круглых пуль до из кремниевых еще ружей и так далее круглых зарядов переход к остроконечным так вот остроконечные были всецело признаны гуманным оружием а полководцы потирали руки потому что остроконечными пулями можно было попадать там я не знаю до километра а круглыми там только метров я знаю 150 а все почему потому что круглая пуля когда попадала в живую плоть плоть бойца она прихватывала с собой еще кусок материи кусок одежды и это все обсеменяла и заражала рану остроконечная пуля как правило с собой одежду не прихватывала и там в разы отличалась смертность опять же от того самого перитонита и от всего остального прочего от сепсиса скажем так так вот о чем я хочу сказать любое проникновение в брюшину это очень серьезно и даже такая вот пулька 4 миллиметра это крайне серьезно поэтому соблюдаем все меры предосторожно расскажу пользуясь случаем одну печальную историю была одна такая тетенька знакомая мне вот и куховарила она на кухне и стояла над горячей плитой и держал оба на нож вот так как боец у нее был столовый нож и капнула ей и горящее шипящее масло капнула ей на руку рефлектор на на сделала вот так и кольнула кончиком ножа себе в живот и что вы думаете проколола кожу проколола по подозрению врачей которым она сразу же обратилась проколола все-таки брюшную стенку пришлось делать все по классике пришлось это все дело разрезать вынимать и промывать понимать чем дело вот такая одна оплошность и столько геморроя так но если напомнить о цели эксперимента это моделирование попадание живот так вот у меня есть баллистическое сало баллистическое сало свежее сало который у нас будет имитировать собственно живот смотрите у нас есть кожа у нас есть полноценная кожа три слоя до которая вот довольно тонкой у нас есть обширная подкожно-жировая клетчатка которая как вы видите без кровеносных сосудов практически поэтому она один в один принципе имитирует то что надо нам тут кровь и не важно а уже по ходу действия после этой всей подкожно-жировой клетчатки да уже идут какая-то прослойка довольно тонкая прослойка мышцы и брюшина которая опять же это соединительная ткань пленка такого варианта довольно тонкая субстанция поэтому сымитировать конкретно живот гораздо проще чем сымитировать тело в целом и так мы приматываем кусок баллистического сала к дереву в целом все такие вот и мы с вами на самом деле не совсем лучше приносить если у вас есть то что дом для кусты и в вдачном итоге мы можем 뭡чить Есть Моделируем одежду Демисезонная одежда гопника Это мастерка Видите, это одежда четких пацанов Которые типа, слышишь, старый Есть 15 копеек Вот Они это любят Судя по Этим трем полосочкам Этот мундир гопника Это китель Гопник в звании сержанта Раз, два, три Одеваем это все дело Нет Придется крепить Вот так Итак, наш гопник готов Как видите, он в своей традиционной одежде Это в мастерке Демисезонной такой С начосом Вот это его подкожно-жировая клетчатка Здесь изображена Мы делаем несколько выстрелов Из МП-654К Чтобы заценить Какое влияние окажет на Смоделированный живот Выстрел из пневмата Очки я забыл Но напоминаю вам Ни в коем случае Не стреляйте без очков Не постоянно про это напоминают подписчики Но Тем не менее Будем отворачиваться Что ли Было сделано Три выстрела Насколько я мог видеть Было два пробития И одно даже не пробитие Выскочил назад Шарик Переходим к более серьезному образцу Поехали Это было громко Фух Ну шо ж Пора оценить Так Визуально смотрим Значит У нас было Три попадания Из Пневмата Это вот Вот И Где-то тут Когда он выскочил вообще назад И одно попадание Из Флабера Из Флабера Вы сами можете Увидеть Довольно Такая рваная дырка получилась Теперь мы смотрим Как это отразилось На нашем баллистическом сале Снимаем Этот мундир гопника И смотрим Да Тут понадобится настоящая экспертиза Которую мы проведем в домашних условиях Снятие результатов Эксперимента Подведение итогов Не такое уже безоблачное у меня получилось Как я рассчитывал Хватило ума у меня потом сало положить в морозилку Чтоб легче было его разрезать По итогу Очень тяжело найти теперь Вот эти крохотные пульки наши Вот Но шо я могу сказать наверняка Шо я могу сказать наверняка Вот то место где Пневмат ударил И отскочил через материю Материя его Исторгла назад Вот собственно вход И вот можно посмотреть На какую глубину Он травмировал верхний слой То есть в реальной жизни Это была бы хорошая ссадина С повреждением кожи И с таким фиолетово-красным кровоподтеком В принципе некоторые энтузиасты этого дела Сами себя или на спор В друзей стреляют В ногу там Видел я пару видео Ну в общем дурачье Это дело будет проходить долго И болезненно заживать такая валка Вот И Увидел я нечто Которое нас интересует Вот на таком Видите вот Блестит родимый Кто это пневмат или флабер До сих пор не знаю Два с половиной сантиметра Два с половиной сантиметра дистанции И немножечко Недовышел он Из этой нашей баллистической среды Сейчас мы посмотрим Кто это у нас Это был пневмат Это был пневмат Так что эксперимент не является Сто процентно выдерживает критику Конечно Вот такой результат От пневмата Кажется Теперь я начинаю понимать Почему я не найти Не могу найти Пульку из флабера Скорее всего Она осталась где-то в дереве Прошла насквозь И того что мы имеем При таких раскладах Как два с половиной Два с половиной сантиметра Прошел пневмат Скорость 120 метров в секунду Четыре с половиной миллиметра шарик Я так думаю Схожую дистанцию В реальной жизни Он не прошел Потому что все-таки Здесь отсутствует тонус кожи Которая еще подшкварена Паяльной лампой Вот Тонус кожи И все-таки Специфика живого тела Ну как минимум В два раза Сократила дистанцию Но При всем при том Я так думаю Что Пулька Зашла бы под кожу По-любому Пришлось бы выколупывать Выковыривать То есть это все равно Приличное болевое ощущение Без Повреждающих факторов Которые несут угрозу жизни Но Угрозу здоровью В открытые части тела Точно Так что Вот такой вот вывод Мы можем сделать Насчет флабера Я уверен Что он просто вылетел Это недостаточно Упругая среда Возможно В принципе Придется когда-нибудь Сварить этот Злополучный гель Ну и Поэкспериментировать Уже с ним Всем спасибо За просмотр Если желаете Поделиться опытом Подобных экспериментов Или подсказать Пишите комментарии Буду рад услышать Прочитать Ну и пользуясь случаем Предоставляю вашему вниманию Минутку стрельбы В жестяной баллон С газом На мое удивление Поднимат Расправляется С металлическими баллонами Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok